Слухи о том, что на бывшего главу Розаевского района Вячеслава Кормилицина завели уголовное дело, появились в интернете 28 октября. Анонимные источники утверждают, что бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Наши источники в правоохранительных органах не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Вячеслав Кормилицин на пост главы Розаевского района был избран местным советом депутатов в ноябре 2016 года. На него возлагали большие надежды. Тогда даже шутили. Район нужно спасать, и никто с этим не справится лучше, чем генерал МЧС. На рынке труда Розаевского района сохраняются стабильные ситуации. Массовых высвобождений работников с предприятий и организаций не прогнозируется. Уровень безработниц в районе составляет 1,1% от экономически активного населения. Спустя 4 года, казалось бы, успешной работы, неожиданно появилась новость, что Вячеслав Кормилицин покидает свой пост. Тогда журналисты пытались выяснить, с чем связан такой внезапный уход. Но ответа не последовало. А вам еще не сообщили об отставке? Тогда говорили, что районного главу заподозрили в использовании административного ресурса в личных целях. Якобы он на некоторые должности ставил своих родственников и друзей детства. Это, кстати, неудивительно, учитывая, что Кормилицин и сам из Розаевки. Официальная версия. Он ушел с поста по собственному желанию. И вот после небольшого затишья Вячеслав Кормилицин вновь стал героем новостных лент. В этот раз сообщается, что его подозревают в превышении полномочий, из-за чего районный бюджет пострадал на 10 миллионов рублей. Сам фигурант все отрицает. Говорит, что о своем якобы уголовном деле узнал из телефонного звонка, пока стоял в очереди за молоком. Евгений Волков. Наши новости. Субтитры подогнал «Симон»!